Ну что, друзья, всем привет! С вами Димон, вы на канале Вся Китай. Сегодня у нас на обзоре новиночка. И не просто новиночка, а 5G-новиночка, которая вот-вот только поступит в продажу на сайте Алиэкспресс. Короче, китайцы заморочились и прислали свое новое детище. Итак, сегодня у нас на обзоре Oukitel WP13. Прикольный, защищенный 5G-смартфон. Наконец-то защищенники добрались к сетям пятого поколения. Дизайн данного смартфона мне лично нравится, потому что, ну вот реально, он выглядит круто. Прорезиненный пластик под кожу, блин, молодцы, лайкосик. Других посторонних деталей тут вообще нет. Просто классика, такой брутальный, прикольный, интересный смартфон. Но, если посмотреть на его фронтальную часть, то можно увидеть прыщ. Коплевидный вырез. Зачем? Зачем, китайцы, вы это делаете? Рамки вокруг экрана ваших защищенных смартфонов, они огромные. Но нет, они все равно устанавливают каплевидный вырез или монобровь. Нахрена это вообще надо? Само собой, смартфон собран идеально, потому что он сертифицирован по всем, блин, стандартам. Короче говоря, защита по стандарту IP68, IP69K и, конечно же, есть сертификация по военному стандарту MIL-STD 810G. Блин, даже забыл, как эта сертификация называется. Короче говоря, данный смартфон типа нихрена не боится. То есть, воды он не боится. Можно плавать спокойно, без проблем. Тем, песка он не боится, грязи он тоже не боится, да и, в принципе, его куда-то запустить тоже можно. Главное, закрывайте все резиновые заглушки, потому что, если их не закрыть, то все, беда вашему смартфончику придет как бы сдец. USB Type-C, комбинированный лоток для сим-карт, светодиодный индикатор уведомлений и даже NFC тут есть. На левом торце есть кастомизированная кнопка, на которую можно назначить любые задачи. При этом есть три вида действия. А также, если зайти в приложение термометр, то эта кнопка отвечает за запуск. Измерение, конечно же, вашей температуры. Экран в смартфоне на 6,52 дюйма. Это, конечно же, IPS-матрица с HD+, разрешением. Частота обновления 60 Гц. Естественно, никаких эмоций экран у меня не вызывает, потому что это типичная IPS-матрица, которая используется в большинстве защищенных смартфонов. То есть, максимальной яркости лично мне не хватает и хотелось бы запасы побольше. Углы обзора средние. Сравнивать с обычными смартфонами нет никакого смысла. Экран тут будет хуже. Но он хотя бы защищен и разбить его будет трудно. Смартфон получил только один мультимедийный динамик, который находится на нижнем торце. И звучит он обычно. Да, вызов вы не пропустите, потому что рингтоны орут тут очень сильно. А вот наслаждаться музыкой вы явно не будете. Качество среднее. Посмотреть видосик окей. Поиграть в игрушки тоже окей. Но наслаждаться музыкой не. Субтитры делал DimaTorzok А вот мозги тут отличные. Потому что в качестве процессора Dimensity 700. А это на минуточку 7-нанометровое решение от компании Mediatek. Мощности которого для защищенного смартфона хватает за глаза. Набор памяти 8128. И отметил, что память быстрая. И тут надо хвалить, конечно же, процессор. Потому что он раскрывает эту встроенную и оперативную память на все 100%. Redmi Note 10 Pro и Realme 8 Pro где-то в сторонке там плачут. Итак, тротлинг тест. 100 потоков на максимальной яркости. И, если честно, результат средний. Я ожидал чего-то большего. Но что имеем, то имеем. На деле смартфон вообще бодрячок. Внутри у нас 11-й Android. На который Oukitel, конечно же, накатили свою оболочку. Но на данный момент все работает более-менее адекватно. Конечно же, порадовала скорость смартфона. PUBG на балансе плюс ультра частота кадров выдает более-менее стабильные 37-40 FPS. И это хорошо. Но больше всего меня порадовал на грипп. Потому что за час игры данный смартфон больше 38 градусов не выдавал. И это круто. Call of Duty запускается только на средне-высоких настройках. И это, к сожалению, нюансы Dimensity. Но, в общем, даже на этих настройках можно спокойно играть без проблем. Стабильные 60 FPS вам обеспечены. Короче говоря, вы получаете очень даже не стыдный защищенный смартфон. На котором даже можно в что-то поиграть без проблем и без страданий. Сканер отпечатков пальцев находится на торце. И работает он нормально. Но не более того, суперскоростей ожидать не надо. Разблокировка по лицу есть. И она стандартная, как и у всех. Автономность. Внутри аккумулятор на 5280 мАч и зарядка на 18 Вт идет в комплекте. Ожидаемо смартфон выдал просто шикарную автономность. Придраться не к чему. Все-таки 7-нанометровый процессор и HD+, разрешение экрана очень хорошо этому способствует. На деле же данный крепыш вам подарит 2 дня. При средней нагрузке вообще без проблем. При желании 2,5 дня тоже можно выжать. Потому что процессор хороший. Аккумулятор быстро не улетает. И это очень даже хорошо. Да и быстрая зарядка в принципе порадовала. Я думал данный смартфон будет заряжаться еще дольше. Остались у нас и камеры. И знаете блок тут реально большой. Но на деле у нас по факту только один модуль на 48 мегапикселей. И это Sony IMX582. На минуточку. А вот все остальное это так. Бутафория для красоты. Типа а-ля размытия заднего фона. И макромодуль, который нахрен никому не надо. Начну с того, что данный смартфон не получил авто HDR. Но есть хотя бы обычный HDR режим, который надо всегда отдельно включать. Да, неудобно, согласен. Но все же. На деле именно данный режим будет выдавать офигенные фотографии. А для защищенного смартфона так уж точно. Супер результат. Еще отметил, что на HDR снимках меньше цифрового шума. И это хорошо. Короче говоря, днем можно получать очень даже не стыдные фотографии. С нормальным качеством и детализацией. А вот ночного режима тут нет вообще. А вот в обычном режиме я почему-то решил сравнить данный Oukitelist Poco X3 NFC. Согласен, сомнительная затея. На первом примере Poco выдал яркую картинку, но не смог передать источники освещения. В отличие от Oukitel, которому банально не хватило яркости по всей области фотографии. А так в целом все неплохо. Полная темень. И тут WP13 пытался. Как бы пытался, но все же Poco лучше. На этой локации оба смартфона выдали шумные фотографии. Но все же предсказуемо шума чуть-чуть больше на Oukitel. Я думаю, вы понимаете, что Oukitel WP13 банально не хватает ночного режима. И при желании можно что-то с него получить даже ночью. Oukitel WP13. Видео 2К. Да, не 4К, а 2К. Ну давайте посмотрим, как он записывает. Видео и звук. Так, у нас там солнышко где-то очень высоко. Экспозиция. Ну, в принципе, более-менее адекватно. Итак, стабилизация. 2К. Вот Oukitel. Ну, в общем, как-то вот так. Вот оценивайте, друзья. А вот и фронталочка неплохая. Свои 8 мегапикселей она отрабатывает полностью. Претензий к ней нет. Ну что ж, данный смартфон получил очень эксклюзивную фишку. Да, Oukitel WP13 получил термометр. Термометр в смартфоне. А? До чего додумались китайцы? Начну с того, что можно измерять не только температуру тела, а также других объектов. Но, к сожалению, данную фишку и функцию я не смог проверить. Потому что, как только я захожу в приложение и выбираю измерение объектов, то нихрена я не получаю. Просто вылетает приложение. И все. Вот измерять температуру человеческого тела можно без проблем. И самое забавное то, что если прям впритык все это измерять, то нормально. 36,6. Как только вы делаете расстояние между телефоном и вашим лбом или другой частью тела 2 или 4 сантиметра, то все, получаем только 36 градусов. Ну, короче говоря, если хотите точно все узнать, то просто кладите телефон себе на лоб и измеряйте. Короче говоря, китайцы просто заботятся о нашем здоровье. Но, к сожалению, проверить точно я это все не могу. Потому что, к счастью, на данный момент я не болею и у меня нормальная адекватная температура. Ну что ж, вот такой вот он защищенный 5G смартфон от компании Oukitel с термометром. И знаете, за 200 баксов это, пожалуй, одно из самых интересных предложений на данный момент. Потому что я зашел на сайт Aliexpress, посмотрел и, по сути, ничего сверхинтересного там нет за эти деньги. В основном нам предлагают процессоры уровня Helio P60, P70. Ну, короче говоря, старье от компании Mediatek. Тут же у нас Dimensity, и это неплохой процессор. А также камера тоже, в принципе, адекватная. Есть NFC, много памяти и, конечно же, термометр. Ну, короче говоря, если вас интересуют защищенные смартфоны, то вы смело можете присмотреться к Oukitel WP13. В любом случае, в этом обзоре я все подробно вам рассказал, а вы уж там решайте. Надеюсь, данное видео вам понравилось, потому что на этом у меня все. Не болейте, друзья. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok